Всем привет, народ! Это также Александр и наш друг Роша. Я много чего рассказываю, на самом деле, но не так нормально не рассказывал о Рошу. Кто он такой? Что это за собака? Что за разведение? Как он себя вообще ведет в доме? И многое всего. И сейчас я это исправлю. Сейчас я вам об этом расскажу. Чё, погнали! Ну что, Роша – это американский питбультерьер рабочего разведения. Что подразумевает собой слово «рабочее разведение»? Многие знают, а кто не знает, это собаки, те, которые выставляются в матч. Рабочие собаки, какими и должен быть питбультерьер. Вот и все. Роша по кровям – это линейный Блэк Кинг и линейный Айрон Кит. По матери он Айрон Кит, по отцам – Блэк Кинг. Соответственно, линейные мама и папа повязались. Получилось вот это вот чудо Роша. Чудо Роша. Так что так, собака серьезная. Это сразу вам не путаю. Не питбуль обычный, да? Это вам ни в коем случае уж точно не скифордшир, бультерьеры, там, т.д. и т.п. Это совсем другая собака. Эта собака намного серьезнее, чем все остальные. Потому что многие, то, что видят на улицах, большинство в своем – это просто шоу собаки и не более того. А то, что вы сейчас видите в картинке – это самая настоящая бойцовая собака. Да, Рошечка? Вот так вот именно выглядят бойцовые собаки. Если вы думали, что они выглядят коренастыми свиньями, как Стаффорды – нет, это не так. Те и 20 минут в ринге не продержатся. Вот так должна выглядеть бойцовая собака. Конечно, внешний вид у него еще не до конца сформирован. Он еще маленький щеночек. Ему всего лишь тысячи 10 месяцев. Поэтому с ним еще мне заниматься и заниматься. Как раз таки, что я сейчас и делаю. Будет видео посвящено, как я ему позволяю себя тянуть. Это делаю я специально, чтобы привести его в хорошую форму. Чтобы он не был ни в коем случае жирным. Роша, иди сюда. Роша. Сидеть. 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 Собака вообще должна быть, по идее. Ее должны торчать ребра. Да, у хорошей собаки. У которой более-менее подготовлено уже неплохо. Должны торчать и ребра. Должен быть достаточно мускулистый грудочок. Хотя ему еще только 10 месяцев. Он еще не сформировался, понятное дело. Нормальную форму я покажу только через год. Когда я ему ступлю года два. Там собака лает. Ну, слушай. Вот так вот должен выглядеть. Хорошие кривые задние лапы, как полагается. Задние лапы у петбуля, на рабочих, должны быть именно кривые. Не путать стафардячие эти прямые лапки, на которых он даже стоять нормально не может. Реакция рабочей собаки. Вот она. От этого никуда не дается. Это правда. Все его предки, эти собаки участвуются в матче. Обязательно. Ну, не все, конечно, но большинство. Вот так дождается для вести нормальная матчевая собака. А это куски мяса для него. Конечно, я этого не позволяю делать. Роша, иди сюда. Иди сюда. Пошли, Роша. Я это не хочу позволять делать. Но что поделать? Когда ты идешь, в любом случае ты встретишь какую-то собаку. Ладненько. Чуть-чуть попозже сейчас немножко отдохну, а то замучился. И дальше продолжим. Увидимся. Ну что, как я вам и говорил, снова продолжаем о Роша. Немножечко поговорим о его родителях, да? Витомники и вообще, в принципе, откуда он появился. Папа у него черного цвета. Да, как я уже повторял, это Black King. В крови. Мама у него была такая рыжепалевая. Red nose. Это чистый кит. Ну, а вот он вышел у меня чисто черного цвета. Без пятнышек. Что я могу сказать, внешне на кого он больше похож? Да хрен его знает, если честно. Очень тяжело. Об этом я, наверное, запишу видео чуть позже, потому что надо, чтобы он сформировался, чтобы понять вообще, в принципе, на кого он похож. Вот, солнышко чуть за тучки зашло уже получше. С какого он питомника у меня куплен? Хорошая, конечно, информация, не знаю. Сказать, не сказать? Ладно, скажу. Питомник находится в Ленинградской области. Называется Forever Young. Известный питомник хороших, качественных рабочих собак. Могу вам сказать чисто, что на данный момент... Хорошечка, стой. Как? Иди сюда. Иди сюда. Очень неудобно. Извиняюсь. Он опять запутался. Я держу телефон. И мне неудобно. В Питере и в Москве этих собак буквально с десяток. Именно этих собак от этого мамы и папы. Все. Этих собак больше не будет. Папа уехал в другой питомник. Если я не ошибаюсь, в Болгарию. Кидам другим. Мама уехала в Италию. Поэтому в Питере больше этих собак нет. И не будет. В плане содержания в квартире. На самом деле, будем честны, я сперва с ним намучился. Он мне разнес практически всю квартиру. Он сожрал мне все обои. Писал долго достаточно. Сидеть. Давайте присядем. Иди сюда. Хорошо. Иди сюда. Покажем. Сидеть. Писал долго. Бывает. И сейчас покакает, если плохо выгулен. Я говорю, его надо реально долго выгуливать. Тут факт. Десяти-пятнадцати минутами ты точно не отделываешься. Реально не меньше часа прогулки. За раз. Это сто процентов. Он так. Вот он к себе такой. Он требователь. Дома. Шебутной. Любит очень смотреть в окошко. Сейчас лето. В Питере жара. Плюс 30 невыносимая. Как в бане. Открываю окно полностью. Вытаскиваю скидку. Фу, скидку. Скидку. Вытаскиваю сетку москитную. И вот он у меня любитель в окошке. Конечно же, облаивает всех собак сто процентов. Это тяжело. О, ну, в принципе, что еще о нем рассказать? Умный. Очень умный. На самом деле киды, вот эти кинги, они очень тяжело привыкают к своему хозяину. Ты должен ему показать, что ты заслуживаешь его доверия. Как только он это поймет, что ты заслуживаешь его доверия, вы станете лучшими друзьями. И он настолько толковый. Ум его плавает, меня просто поражает. Это реально очень классная собака. Реально, а об этом, можно сказать, вы не пожалеете, заведя такую собаку. Были у меня разные собаки. Были у меня и стафарширские терьеры. Все, что я о них говорю, я не от балды говорю. Они у меня были. Был у меня еще питбуль по линии гран-чемпион Ретайлер Тром и Драгуши Билли, югославский гран-чемпион. Держу только рабочего разведения, как я уже сказал. Почему я не сторонник шоу собак, в принципе, я не понимаю их. Ладно, стафар, доставим его уже в покое, там уже давным-давно от шоу. Насчет питания, я же говорю, это отдельная тема. Я их, в принципе, не признаю, как питбулей. Слава богу, назвали вот вроде спрайтерами, да, и наконец-то отделили это безобразие от нормальных питбуль-терьеров. Ну, что еще сказать? Я уже замучился, он меня уже тянет, как танк, а мне еще идти. Вон он там вдалеке лез, вот мне идти к нему. Идти долго, что-то голова немножко закружила, засиделся. Ну, ладно, народ, все, всем спасибо. Я думаю, еще как-нибудь что-нибудь про него запишу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, Будет еще очень много интересного и роша. Все, всем пока, всем удачи!